Потребность в любви 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 человеческими, влёк я их узами любви. Исайя говорит от лица Бога, ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя. Получите признание в любви лично к вам от самого Бога. Примите его в простоте с открытым сердцем. Видите ли, Бог не только провозглашает свою любовь, но Он и доказывает её. Он доказал свою любовь, отдав своего сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына. Бог сначала говорит, я люблю тебя. А потом Он сказал, раз я люблю тебя, я даю тебе лучшее, что у меня есть. Я отдаю своего сына за тебя. Я отдаю свою жизнь за тебя. Я пришёл, чтобы любить тебя, чтобы ты мог поверить в любовь. Я отдал лучшее, отдал жизнь, чтобы ты мог поверить, что Бог есть любовь. Видите ли, нет большего проявления любви. Бог отдал своего сына за нас, доказав свою любовь к нам. Когда мы были ещё грешниками, Христос умер за нас. А потом после этого заявления, этого проявления и доказательства любви, Бог говорит, я иду к тебе лично. Я хочу, чтобы ты испытал силу любви. Любовь Бога была влита в наше сердце Святым Духом. Вы можете найти это утверждение в послании к римлянам, 5 главе, 5 стихе. Я прочитаю эти несколько слов. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Таким образом, мы лично можем познать и испытать любовь Бога, потому что мы находимся в прямом контакте с Божьей любовью через Святой Дух. Получите Духа Святого, откройтесь Ему, получите спасение, позвольте себе быть очищенным кровью Иисуса Христа через прощение, полученное после покаяния. Примите Духа Святого, чтобы любовь Божия могла в изобилии течь в вашу жизнь. Эта любовь даст вам три экстраординарных результата. Первое. Когда вы получаете любовь, это дает вам силу любить в ответ. Сначала Он возлюбил нас, а уже потом мы это приняли. Теперь мы можем исполнить первую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Мы можем ответить Богу, мы можем ответить на нужды других, потому что мы сперва получили, мы испили из Источника. Бог подготовил нас, чтобы мы могли быть каналом Его любви и силы. Этим мы можем благословлять других. Послания Божьей любви транслируются через нас. Далее второе. Любовь Бога дает нам силу прощать. Я заметил, что люди, которым сложно прощать, также испытывают трудности в любви к ближнему. Конечно, в некоторых ситуациях бывает очень сложно прощать, особенно если с нами обошлись несправедливо, когда мы страдали, именно тогда, когда нам было особенно больно. Каждую рану. Каждую несправедливость. Нужно назвать, нужно признать их. Это так. Но в то же время, если мы жаждем справедливости и мести, наше сердце становится заблокированным, и прощение не приходит туда. А с другой стороны, когда приходит любовь, когда нас пропитывает Божья любовь, становится намного проще прощать. Любовь Бога дает нам силы прощать, не зацикливаться на плохом. Отпустите свою боль. Позвольте Богу любить вас. Вы получите радость прощения и освобождение, которое приходит через прощение. Далее. Третье. Божья любовь дает нам силы исполнять Его волю. Вы всегда получите силы от Бога, чтобы исполнить волю Бога. Мы можем делать то, что просит Бог из послушания, из мудрости, по выбору. Лучше делать то, что просит Бог из любви, потому что мы Его любим, исполнять Его волю не по какой-то другой причине, а из любви к Нему, потому что я хочу любить то, что любит Он. Я не хочу огорчать Его ничем. Вот почему любовь Божия изливается в наши сердца Духом Святым. И в завершение я молюсь, чтобы вы могли обновиться в Божьей любви, чтобы ваша нужда в любви была восполнена. Получите, примите эту любовь, чтобы ваша нужда была восполнена. Будьте обильно благословлены. И помните, что эти качества, любовь Бога дает нам силу прощать, всегда с нами. Также помните о том, что Божья любовь дает нам силы исполнять Его волю. Пусть Бог и зальет свою любовь в ваше сердце. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!